Стоять! И жизни подателю прийти селись одни, и очистены от всяких скверных, и спаси блажен души нашим. Господи, Господи, мы благодарим Тебя за эту возможность собираться, Господи, за это тихое мирное время, за Святое Слово Твое, которое Ты дал нам, которое есть у нас на нашем понятном языке, Господи. И дай нам узнать волю Твое, Святую Испанию, Господи, и достичь Царства Твоего Небесного, и привести людей, которые вокруг нас. Тебе за все вечное слава, Отец и Святой Дух, Аминь, Аминь, Аминь. Мы сегодня начинаем Евангелие от Иоанна проходить. Сегодня занятие будет на две части разбитое. Первую тридцать минут Евангелием мы занимаемся, и вторую часть я пустую ее со словом садим. Значит, Евангелие от Иоанна, предисловие. Сила Духа Святого, как написано в 2 Коринфе на 12.9, и как верую, завершается в немощи. В немощи и тела только, но и разума, и красноречия. Это видно как из многого другого, так особенно из того, что благодать показала нам, показала на великом богословии братьев Христовым. Отец у него был рыболов. Сам Иоанн занимался тем же промыслом, каким и отец. Он не только не получил греческого иудейского образования, но и вовсе не был учен, как замечает о нем Божественный Лука в Деяниях 4.13. Да и отечество его самое бедное и незнатное, как местечко, в котором занимались рыбную ловлю, а не науками. Его произвела на свет Вифсаида. Однако же смотри, какого духа получил этот неученый, незнатный, ни в каком отношении незамечательный. Он возгремел о том, чему не учил нас никто из прочих евангелистов. Так как они благорестуют о воплощении Христовом, а о предвечном его бытии не сказать ничего довольно ясного и наглядного, то угрожала опасность, что люди, привязанные к земному и не могущие помыслить ни о чем высоком, подумают, что Христос тогда лишь начал свое бытие, когда родился от Марии, а не родился от Отца Прежневеков. В такое заблуждение, как известно, впал сам Массадский Павел. Посему великий Амб возвещает о горнем рождении, не примену, впрочем, упомянуть и о воплощении Слова. Ибо, говорит, и Слово стало плотью. Иван Гритана 1,14. Иные говорят, что православные и просили его написать о горнем рождении, так как в то время появились иртики, учившие, что Иисус был простой человек. Говорят также, что святой Иоанн, прочитав писание прочих евангелистов, поделился истинности их повествования обо всем, и признал их здравомысленными и не сказавшими ничего в угоду апостолов. Впрочем, о чем они неясно сказали или совершенно умолчали, то он распространил, уяснил и прибавил в своем Евангелии, который написал в то время, как находился в заточении на острове Патмосе, спустя 32 года по вознесению Христову. Иоанн был любим Господом в поле всех учеников за его простоту, кротость, добродушие, чистоту сердца или девство. Вследствие такого дарования ему верено и в богословие, наслаждение таинствами для многих незримыми, ибо блаженно сказано «чистый сердцем ибо не Бога узрит». Матфея 5,8. Иоанн был и сродни Господа. А как? Слушай. Иосиф, обручник при чистой Богородице, имел от первой жены семерых детей, четырех мужеского пола и трех женского пола, Марфу, Исфирь и Соломию. Сей-то Соломии Иоанн был сын. Таким образом оказывается, что Господь был ему дядей. Так как Иосиф отец Господу, а Соломия дочь этого Иосифа, то Соломия приходится с сестрой у Господа, а посему и сын Иоанн, племянником Господу. Быть может, неуместно разобрать и имена матери Иоанна, и самого евангелиста. Мать, называемая Соломией, означает мирную, а Иоанн – благодатью. Итак, пусть всякая душа знает, что мир с человеками и мир от страстей в душе становится матерью божественной благодати и порождает ее в нас. Ибо душе, возмущаемой и ведущей борьбу с прочими людьми и с самой собой, неестественно удостоится божественной благодати. Нам представляется еще одно дивное обстоятельство в этом евангелисте Иоанне. «Именно, Он один только, а матерей, оказывается, у Него три. Родная Соломия, Гром, ибо за великий класс в Евангелии Он сын Громов» Марка 3,17. «И Богородица, ибо сказано, все матерь Твоя» Иоанна 19,27. Глава 1, стих 1, в начале было слово «толкование». Давайте по предисловию, может быть, добавьте, что еще известно. То есть люди, когда разговаривали, что есть люди, которые называются «юдопомы», ненавидят евреев, как еврей сказал, пропавщики, заклюются разом. Я говорю, ну а как вы считаете, Богородица кто? Богородица русская была. Могу сказать, а какие русские имена? Ну какие, как песни поются «Иван да Мария». Ну вот тут и говорится «Иван и Мария» – самые нееврейские имена. «Иоанна Мария» откуда получили-то? Другие имена еще там с латинского, с греческого. Вот мы ее греческое имя. Владимир русское. Вот русское, редкое такое. Владеть миром. Больше ничего, от язычества. А уже, вот его звали Иоанн, Иоанн остался. А другое было имя, и вот переименовывается имя. Ты кефор, а теперь будешь Петр. Понимаешь? Ну потому что об имени есть смысл. Его называют сегодня как «Мы доверяемся Богу». Вот старые люди, нас когда крестили, родители вообще не спрашивали хрестящих. Он смотрел, какие имена. А если в этот день праздник не было? Три имени, я так сказать, следующий день. Вот такой разброс был имен, что у нас деревня только было, сколько его имена, какие-то, паховик. Не было сейчас, нет ни одного пахова. Нет. Вот сейчас возьми в Орлах. На лесу Алтайского краяного не найдешь уж. На зале может где-то, а и тихий не найти. Поэтому мы потеряли связь с именами. Я вёл, когда радиопрограмму, называют онлайн, люди могут отвечать, слушать это. А бывало записи, одна программа, я на три радиопрограммы вёл, одночасовая, и одно время я стал по именам. Тут бывает, что человек, там, что «А как скажешь имена?» вопрос, а не моё имя как, а моё как. Ну, если считаешь, что Валентина, Валентина обязательно вот такая она, такая... Да, Валентина-то разная, их пассане рядом, и они все разные. А я объясняю так, что означает это имя, объясняю биографию этого святого, я призываю подражать ему, потому что он канонизирован. Я вам объяснять начал, ну, начал учился с Владимира, тогда был Жириновский, Геннадия, Зюганов где-то. Так, передача, хоть кто-то о Зюганове хорошо сказал, коммунисты старые, которые их отодвинули, да я говорю, где вы слышали, Зюганов? Ну, вы же говорили сейчас про него. Я про него не говорил, я говорил о Геннадии, Геннадий, цареградский патриарх. Ну, это, да, Борис на эту клубу был, все имена имеют происхождение оттуда. А если вы думаете, ну, вы думаете, Карина была, Карина, это Карское море, когда потопили корабль. Другая, Вилор, Владимир Решвейн, организация революции. Итак, Вилор, он сегодня, вот, вы Баунтроба и Виктора знаете? Как его величать? Виктор. А? Виктор. Я говорю, величать, а ты звать. Важность есть. Отца как звать у него? Отца не знаю. А ты его спроси. Значит, что-то интересное. Английский поэт. Его взяли, да взяли фамилию, он по фамилии, не по имени, отличается. Вот какое дело. Ну, это ладно, Геннадий. Баунтроба и Виктор. Нет, Баунтроба это фамилия. Баунтроба фамилия? Ну. Отчество, я отчество не знаю. А вот отчество, ты его спроси, как-нибудь. Скажи, Виктор, а как у тебя отчество? Что-то неудобно, ты скажешь у меня, скажи. Ну, потом скажи, а в сеансе такое имя есть или нет? Дальше вопрос второй. Ну, скажи мне. То есть, имя он может заменить. Вот, допустим, царь Николай женился. Она долго не принимала православие. Она хорошая была, там, как ангрикацкая церковь. Ее почти признали канонической. Вот. Она не хотела принимать православие никак. Ну, Она была Алиса, посмотрели, Алла Александра. Все, самое подходящее. Ну, не заняли, Зинаида не назовешь. Но отец мне предыли, как она Федоровна стала. Как? Он ни разу здесь не был, в России. Православие никаким богом не прислонялся. С чего родят он? Федор-то. А уже, они ничего не знают, не понимают. То есть, неправда, неправда, недопускаемая, где там отдел ЗАГСа, или еще там сегодня есть, нотариальная контория. Можно имя поменять? Ты можешь, но для этого должны быть резкие основания. Фамилию еще длиннее. Царь Николай был себе, как назвали, тогда, сидержись, самодержец. А Григорий Ефимович Распутин, у него в дом ходил, и его говорят, Распутин, твоя фамилия, ты распутник, а распутие это означает развивка дорог. Герой социалистического Дам Лентин Распутин, деревенщики, писатели. Вот, недавно, был как-то. Распутие, это парень, человек стоит на Распутине, не знает, куда пойти. У него многозначено. И вот, он когда подошел, папа, ему поверили, с медицином, он говорит, никак нельзя, я не могу, мы на закон расистой империи запрещать его. Ну, а к имени можно поставить? Он говорит, к имени можно поставить. Вот, у меня один знакомый, он Попов, а Поповых много. И вдруг, он нашел, что Попов, у него было Ладанова, вот теперь везде пишут, Попов, Ладанов. А сам, все время навесели, я говорю, Сережа, он пришел, потеряем. Пишет стихи, играет на музыку, написал криву про Ермаха, Ермах, главный герой для него. Какой это Ладанов? Тут, во вселенной бит, то другой курица-то, из Кадильницы. А у корящего уста демонская Кадильница. Демонская. И вот так именно. Однажды называли, а родители стояли, никакого счастья не принимали. Это согласные были. Я имею в виду, староверов. Вот здесь, держаки, были они, свои свидеты, приток Волги, Кершились, куда они убегали. А эту, как назвали, Валентина, дальше Иреи, нам как посыпались, эти уже, Татьяна, я не знаю, кто их тогда, которые выше-то были, смотри, Саша, Савуил, Игнатий, Иоаким, и церкви, и церкви не найдешь. Я вот зашел, а там наши, которые болтайской правды, участники войны, погибших, и список их. Пишет, Иван Грифодевич, Константин Серьевстович. Дальше, считаешь, Василий, Кременьки Ильич, там видно, что, ну, не такие имена, вот, сейчас, которые на ходу, везде, имена эти, 33 имени, я специально занимался, ну, возьмите, отец Владимир, и сын Владимир, вот, что теперь президент, Владимир Владимирович, ну, можно было назвать, Владимир Петрович, там, или как-то, нет, когда, обидно называли как, называть его как, Заханя по имени, он сказал мне, начнешь, куда-нибудь написал я, ему, в своем родстве никого не было, а когда считаешь однословный Саей, еще придерживаешься, времена такие, читаешь, дарававели, пророком, смотри, вот, вот у нас, потеряем, возьми, Иеремия, попробуй, да, не отрежем, от Иеремия, крещённый, а у него, прям, почти на этот же день, попадал Саер, Игорь, он приехал, мы поговорили, как он, Иеремия, мы решили так, а нужно ли это, нужно, потому что, человек, он все время будет подвигать к этому, ну, он откуда вело, он назовел его, отдачу, к чему подвигать, к Мазаверию Ленину, ну, просто надо, ну, как, помаленько, вот представь себе, человек, который любит Бога, он хочет, чтобы Бог спас его родителей, а отец коммунист, ей запрещают в церковь ходить, но вот он так, она пришла, батюшка, как бы отпеть отца, товарёк, верующий был, да нет, он, я и коммунист был, ну, как я его отплевать, ну, ну, хоть как-то, это можно сделать, ну, гроб-то есть, да, в гроб, там, коммунисты собрали, ему такое шикарное, ну, там памятник Ленина, видели, как, пусть обнесут, и гробом в памятник, то ударят, в основании, то с другой стороны тоже, ну, и на место, на другую, а будто встанет, то оно их ударит, в основной, потом другой, вот его и коммунисты, а другие, это, караулили, это, загурили, упала туда, пожарствующегося, спокойно, ноги обгорели, а мужик, пусть обгорел, который, у гроба-то был, он не молился, он пурил, я объясняю так, как звать, какое житие, что оно означает в переводе, в переводе, вот ты сама подумай, тебя как звать, а так-то, а ты там даже не была, как там, Марина, почему назвали Мариной, плыли в это время роды, ее назвали Марина, морская, морская, вот нет детей, она просит, Господи дай, Господи дай, раз забеременела, что она, говорит, я его назову, выпрошили у Бога, опасно спать здесь, можно упасть с лестницы, со скамейки, выпрошили у Бога, по еврейски это сам, ил, ил это, ил, сам, ил, Самуил, Шамлея, как я говорю, нету Самуилу, не Шамлея, по еврейски, а у грехов нет буквы шляпы, они все это подогнали, мы уже от них получили, имена совсем искаженные, вот это я говорю по предисловиям, а дальше, он просчитал, дальше написал, конечно, это предание, но будем верить, что именно так одобрил, а если бы не одобрил, Иван, ил, 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 сказало церковь, да, как они голосовали, или шары какие-то катали, я не знаю, но, и ненадушно, так принято, они ненадушно, это отдельно, разбирались, а почему, а я считаю, как считаешь, что Христос не Бог, но он родился от мавей, а до этого он был или не был, но откуда он был, если не родился, не был, Павел Самосадский есть, сегодня 2 миллиарда в этом мире, мусульмане, он не был никем, и троицы нету, у Бога нет 100 товарищей, 100 товарищей, друзья рядом, он один, Аллах, а все многобожники, они долго не знали, куда нас отнести, христиане должны быть рабами, рабами, а язычники должны быть любиты, это будет прямо написано, и поэтому, сейчас визитованные захватили, это мы делали, подряд всех вырезали, для себя оставляют на лошадь, там, девчонки, это все уходит в предисловие, а какая, вот только, мать такая, а это где-то известно, данных нету, откуда там взяли, не знаю, а он ни на что не опирается, а можешь не верить, не надо, можешь не верить, но не говори против, ты скажешь, а я в это не верю, это твое право, в главном единстве, мы признаем, она Дева Мария, она непорочная, остальное, это нам сказано, и вот здесь, Соломия, там, дядя относится, даже как по сторонам, Христу, Христу дяди, это слишком приземлиленно, даже это говорить, то, кажется, не сказал бы так, он Бог, вначале было слово, и мое имя слово, и молитву мы так и считаем, я приступил к слову, вот так, это мы когда в Арламу крестили, тоже священник рассказывал, как раз вот то, что вы говорили, как раньше крестили, приходят, говорит, батюшка, у нас сын родился, он такой, так, мамонт сегодня, все, спаси Христов, будет мамонт, а там 3-4 имени, он нагорел, а у него-то дали, я сказал, один мамонт, мамонты не могут быть, это не измеренность, вот, и теперь он выбирает угоя, у него это все откладывалось, а они-то не знали, вот как фамилика добавили, ведь указание-то, видимо, дали, там, когда фамилика добавили, вначале, по всем, а что это, да, он ходит, такой, как курица, так курица, запишем, курица, все, а этот, это блудяка такой, блудок, а вот сделался князь, князь в России был блудок, добавили самых ведущих, какие книги написал, а Григорий на Распутин просил, никак, а добавить можно, по матери, вот она написала, Григорий, Распутин, теряя, новый, через депис новый, Григорий, а Распутин новый, а другой, Иванов, я, а там пять человек, репнули, в Москве пять тысяч, кажется, человек, который, Иванов, Иван Иванович, а один говорит, так по счету ты какой, тринадцатый, ты будешь тринадцатый, он давай добиваться, и сейчас везде подписываются, все владяне, Иванов тринадцатый, это там дед, вот это там военный был, и в строю их много, Иванов, да ты тринадцатый, а тот, может быть, внимание не подделает, и заплатил, и добился, меня назвали тринадцатым, эта история какая, интересная, а нам как, я говорил, как нам назвали, Устина, договориться не надо еще, и Устина, есть женщина, и Устин, Устин, можно знать, как был Устин? Иустин, и Устин, да, вот, а теперь сократили, а я так пишу, что, а точнее, это Устина, Устина, Устина принадлежат, и теперь все, а кто, а то плотников работает, плотников, а точнее, Кузнец, самая в мире распространенная фамилия, Кузнецов, тогда были кузнецы, коней подковать, все, гвозди делали, и Кузнецов, Шмид, Смид, у англичан Смид, а немцев Шмид, это Кузнец, и самая распространенная фамилия, а у нас Иванов, русские, это вояльник, когда немцы кричали, Рус Иван, сдавайся, Рус Иван, так и все Иваны, а ей звали Ганс, а Ганса тоже гусь. В начале было слово, толкование, это ради немощи слушателей, дабы мы с самого начала, услышав о сыне, не повыслили о страстном и о плотском рождении, для того назвал его словом, чтобы ты знал, что как слово рождается от ума бесстрастно, так и он рождается от отца бесстрастно, еще назвал его словом, потому что он возвестил нам по свойствам отца, подобно как и всякое слово, объявляет настроение ума, а вместе для того, чтобы показать, что он советчик отцу, ибо как нельзя сказать, что ум бывает иногда без слова, так и отец, и Бог не был без сына. Иоанн употребил это словосочетание, потому что много есть иных слов Божих, например, пророчество, заповеди, как и сказано об ангелах, крепкие силы, исполняющие слово его, Псалом 102-20 стих, то есть повеление его, но, собственно, слово есть личное существо. И слово было Богом, толкование. ничего дополнить, по-первых, по-первых, по-второму. Только благоговейно склонять голову. Спорить можно, потому что ничего не доказуемое, а берется верой. Я верю, а я не верю, не верующий не увидит жизнь вечно, а верующий получит жизнь вечно. Все вот от этого зависит. Сегодня занятие будет полчаса, а полчаса так дальше. И слово было у Бога. Толкование. Здесь евангелист еще яснее показывает, что сын советчин отцу. Дабы ты не подумал, что отец был некогда без сына, он говорит, что слово было у Бога, то есть у Бога в метрах отчет, отечественных. Ибо предпог у, ты должен понимать, вместо сын, как и в ином месте он употреблен, не братья его и сестра его, в нас суть. То есть с нами живут Марка 6.3. Так и здесь у Бога понимает место был с Богом, вместе вместе с Богом в его нетрах. Ибо невозможно, чтобы Бог когда-либо был без слова или премудрости или силы. Посему мы веруем, что сын, так как он есть слово, премудрость и сила отца. 1 Коринфянам 1.24. Всегда был у Бога. То есть был современно и совместно с отцом. И как же скажешь сын не после отца? Научись от вещественного примера сияние солнечное не от самого и не от самого ли солнца? Так точно. Уже ли оно и позднее солнца? Так что будто бы можно представить себе время, когда солнце было без сияния. нельзя. Ибо как оно было бы и солнцем, если бы не имело сияния? Если же так мыслим о солнце, то тем более должны так мыслить об отце и сыне. Заметь также, что этим выражением опровергается и Савелий Ливиянин. Он учил, что отец, сын и дух, суть, одно лицо, и что это единое лицо, и одно время являлось как отец, а в другое как сын, а в иное как дух. Так пустословил сын отца лжи, исполненный духа лукавого. Должно верить, что сын, сын, сияние отца, как говорит Павел Евреям 1.3, всегда приставить вместе с отцом, а не позднее его. И слово было Бог. Видишь ли, что и слово Бог. Итак, да у стыдятся и Али и Савелий, Али, называющий сына Божия созданием и тварью, да посравиться тем, что слово вначале было и было Богом, а Савелий, не принимающий троичность лиц, но единичность, да посравиться тем, что слово было у Бога, значит, у отца и сына единое естество, как единое божество. Например, чтобы мысль изложить яснее, Петр и Павел суть иной и иной, ибо два лица, но не иной и иной, ибо у них одно естество, человечество. Также должен учить и об отце и сыне. Они с одной стороны иной и иной, ибо два лица, а с другой стороны не иное и иное, ибо одно естество, божество. Второй стих. «Оно было в начале у Бога». Толкование. «Сей Бог Слово никогда не отделялся от Бога и Отца». Третий стих. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Толкование. «Не считай, говорит слово, разливающимся в воздухе и исчезающим, но почитай Творцом всего, умопредставляемого и чувственного. Ибо стоя в храме он учил об отце своем, как и сам говорит, «Я открыл имя твое человеком». Иоанна 17, 6. «Кому эти действия приличны? Отцу или сыну? Все сыну, ибо он в учении возвестил имя отца, сказав это, блажен Давид присовокупляет и то, «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих». Все через него начало быть. Моисей, говоря о видимой твари, ничего не объяснял нам о тварях умопостигаемых. Поевик Евангелист сказал, что слово сотворило все, то, дабы кто не подумал, что и Духа Святого оно же сотворило, прибавляет, все тем было. Что же все сотворенное? Как бы так он сказал, что не есть в сотворенной природе, все это получило бытие от слова. Посему хитрое умозаключение порфирия язычника распадается само собой. Он, пытаясь не спроверг Евангелие, употреблял такое разделение. Если Сын Божий есть слово, то произносимое или внутреннее слово, но он не то, не другое, следовательно, он не есть слово, но Дух не принадлежит к сотворенной природе, посему он не от него и бытие получим. вот дополню. Чего ты будешь говорить? Тут даже читаешь толкование и не понимаешь. Раз читать, мне бы сказали, ты бы вот это первое стихи прочитал, должен любому пересказывать, иначе окоррик не будет. Ты читал хомерты. Это никак. Поэтому на это надо только говорить со словами. Есть вещи, которые, если ты начинаешь думать, то у тебя где-то что-то щелкнет, где-то вообще ничего не будешь понимать. Что такое вещь сейчас? Что я умру, и с этим согласен. А что? Ну воскресе тоже согласен, а вот вещи сто лет, тысячу, миллион, миллиарда степени не конца нет. Вот так Вселенная. Скорость света 300 тысяч километров в одну секунду. А сколько же за час пролетит свет? Так вот есть такие сейчас обнаружили планеты скопления галактики. Световых лет 24 миллиарда световых лет. Ты сначала на год узнаешь сколько летит. И что? Дальше просто не хватает телескопа. А оно бесконечное. как это может быть? То есть никак ты склонился и сказал дивно велик все сотворил Господи. Никогда туда не залазь. Бог сказал так и как верующий так и повтори. Скажем вот так написано вот так и столковано. Ничего доказывать не надо. Просто иметь с собой книгу или выписку и затрону. Вот и все. За это не заходить. Были соборы признавали Троицы никакой нету Савелия. А проверкнут церковь. Ария признавал что Христос сотворил. Так сейчас светили и бомы называются. Он сотворил творение. Притом первое творение. Лучшее творение Христос. Но творение. А мы верим что он безначальный. А что твое слово? Как его перевели? В греческом языке стоит слово Логос. А Логос переводится разум. Лев Толстой крутил вертел и наконец остановился там какой-то француз перевел и говорит это разум. Ему сразу вопрос какой? Ну разум профессора какого-то Ньютона и разум Камчинала который до Блиготина обжирается Китовиной когда убили Китая и все он тоже разум есть убил и есть пока назад не пойдет какой разум? Нет никакого сравнения он разум Логос даже если вы будете говорить не слово а Логос то и тогда ничего не меняется но перевели а у него несколько значений этого имени это слово Логос я когда читал я понял это опасно опасно думать об этом опасно говорить опасно писать передавать никак внимательно смотри проверишь не обманешь чем написано а может здесь написали не по православному нет это проверено а проверили которые они сравнили с тем что говорили сетей о церкви ну а те то откуда по откровениям он это верит это написано это ничего нельзя доказать а что больше доказать вудобный троиц или что начало и конечно ария доказать легче там люди взять вот сейчас наступает один швейченко Александр он из пятидесятников в Америке почему от нас молодежь уходит в американский церк хотя не церковь и куда уходит почему и он объясняет там они объясняют что больше язык понятен в американский потеряли язык русский соседей дети рождаются по-английски говорят с пятого на десятого однослово я сиди слов так понимают а у нас говорят говорите вы обтекай вы покайся и перешите они определенно к нему покайся ты наркоман а не прямо конкретному человеку ему помогает выйти он сам же и говорит у них это вот есть а у нас этого нет мы призываем людей просто покаяться и дальше мы берем почему наша молодежь уводит американцев мы подробно все по ступеням выводим мы говорим что если человек вот так там убивает там пурит то это никакой не верующий а у них они говорят ну а так просто девушка пришла какая-то в пижаме с чашечкой кофе села она пьет слышит как говорят все ничего дальше не надо говорить у нас точно так же это было так было бы больше открыта дверь любой я вижу священник они заливаются говорить правильно говорит много народ приходит он вам бог то и то сделает день пророка Ильи без храма наполненный воскресенье в 20 раз меньше я же вижу сколько но придет Илья он вам голову подвинтит он разве говорил что верили в него больше чем человека а дальше то пока люди заходят выходят торгуют повернули когда аппарат ну и сразу видно то есть он совершенно постановлен он говорит он знает он и не пытается что-то вести порядок вот это почему уходят а там все это разрешается приходил один раз в году вещах его служения нету на занятии не еду а здесь не пойдет человек он не сможет он все время чувствует упор выгод укоряете потом сухаря а там нет какой бы ни пришел бог тебя любит любого конечно туда пойдет и еще не надо у нас одна затеяла у нас крещение придемало все хорошая женщина ну со своими мыслями а я хочу причищаться чуть не каждый день такого нет нигде а в сайте его я чаще причищаюсь мы говорим когда Россия приняла христианство тут причищались четыре раза в году пост во время поста но я не хочу так я уйду туда пошла туда в московскую патриотию а потом как-то попала царь обряд в 1 улице а мне пение понравилось а пение вообще ничего не понятно а мне попали полчаса протянуть ну и все теперь четыре раза теперь смирилась сидит а там четыре раза еще священник допустит не допустит а ушла там где было четыре раза и говорили нет она искала больше потеряла все исчез куда она вот так во первых я уже не одного встречал а ты разберись сначала а как это было от начала а почему так а как лучше досаевский досаевский был ссылки здесь в тюрьме в лагере как назвать татармс тюрьма каторка называлась и он говорит сейчас идет великий пост эту неделю я гомел что такое гомел усиленный пост вот и все то есть надо смотреть и отовсюду брать доброе сравнивать как это было не с нас оно началось вот завтра первое и завтра подведет итог конкурс сайта библейский и я там участвую закрыл покажем победителя значит до 13 до 13 она была зарегистрирована с 13 до 31 с 13 по 21 сентября зарегистрировался уже все не принимает а с этого момента до 30 я должен проголосовать за одного из тех как более уже попали в этот конкурс я смотрю все одни кого я буду голосовать ну я одного нашел отборец правильно там у них книжка какая-то я проголосовал сологу какой-то номер 9 а если кто не голосует нет нет некого тебя с десанцией снимай потому что ты им еще раз еще я смотрел смотрел кое-как на 3 раз только одного нашел за которого я могу сказать что я проголосовал я проголосовал они не говорят какой они веры но я посмотрел это выгод напечатали его я себе больше ничего не могли но наш сайт еще несравним то есть если бы там были православные а организовали все это еще меньше премия то вопрос первое премия 500 долларов второе кажется 300 и первое а третье 100 долларов ну я не знаю как соединиться и мне помог этот Виталий Калиников я говорю Виталий давай дальше если выигры я тебе отдаю на твои элементы а 500 это 30 тысяч а теперь когда он уехал завтра не по нашему времени в Израиле мы про израильские но анти-исламские понятно кто но если завтра они решат а я меньше чем на первой это и не думаю я все проверил даже места нет я всегда скажу 7 вместе на наш сайт не потяну там нет ничего на комбайне не хватит нет я сказал теперь а Виталий это он должен я скажу Виталий вот деньги поедут давай переведи их на первую работу переведи он сразу переведет я ему дам дам Галина Александровна загуляева и она там накопитель будет я сегодня говорил чтобы не меньше чем в себе значительно было накопить мы должны вырастать девушки парни Виталий Виталий Каменников который помогал а перевезти над роботом нет да когда на Виталию ничего не будет ничего не будет я его и отдал я пропозил но я попросил чтобы он отдал роботам а он отдаст я думаю а он человек тот я еще не знал что и как будет а теперь я что-то разузнал а Виталию это не поможет он за алименты А там только начинается, у меня там ездок, который был, Креща я принимал, он говорит, получил там сколько-то обансов, десятину я к тебе перевел ко мне, тысячи, тысячи десятин. А другой получает, видимо, хорошо, и говорит, я перевел вам десятину, один, еще есть человек, он говорит, 15 тысяч, а теперь уже 16 тысяч. Вы будете копить, а инфляция сборна, так что все пропадет. Она говорит, что вы должны в акции вложить, а то инфляция все съест. Знаете, я не знаю, потом подскажешь. Нам нужна консультация, нашего программиста, финансового депса. Ну все, да? Сынка, я пожелаю, я не знаю, не знаю, не знаю.